Добрый день, дорогие друзья! Я надеюсь, что меня нормально видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, чтобы я в этом убедился. Спасибо! Дорогие друзья, я вас поздравляю с прошедшими праздниками, с Новым годом и Рождеством. И мы с вами снова в Директ-Академии. В первый же рабочий день мы запускаемся. Я рад, что вы прямо в первый же рабочий день пришли на наш вебинар. Сегодня вебинар буду вести я. Если кто-то не знает меня, меня зовут Калиников Павел Юрч. Я руководитель учебно-методического центра компании Директ-Медиа и проекта Директ-Академия. Сегодня мой вебинар. Да, ну я не мог себе позволить какого-нибудь другого спикера заставить читать 9 числа, поэтому взял эту миссию на себя. Тема наша сегодняшняя университетская библиотека онлайн «Новые идеи для нового семестра» это традиционная тема для первого вебинара нового года. Ну и, как всегда, я хотел бы сделать несколько объявлений по поводу тех ссылок, которые я дал в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу, на страницу расписания нашего. На этой странице можно зарегистрироваться на все онлайн мероприятия, которые нас ожидают до конца нашего учебного года, до июня месяца. Расписание еще будет пополняться, но в большей своей части оно уже готово и можно им пользоваться для того, чтобы записываться на вебинары. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. На этом канале размещено уже почти 400 записей вебинаров, которые прошли у нас за 4 года прошедшие. Ну и запись этого вебинара, если кому-то интересно, тоже по этой ссылке вы сможете через некоторое время, ну, скорее всего, к концу недели посмотреть на нашем видеоканале. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсов. Эта страница, кстати, скоро должна сильно поменяться, точнее расшириться. В настоящий момент у нас предложено 6 курсов. Вот к середине января, я думаю, будет уже 10. Для тех, кто хочет учиться онлайн в Директ Академии. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где можно приобрести сертификат за все посещенные мероприятия, в том числе и после окончания этого вебинара, и о посещении этого вебинара тоже. Я также хотел бы проанонсировать следующие три вебинара, которые у нас состоятся. Они у нас будут проходить, как всегда, каждый день. Завтра будет проходить мой вебинар тоже, который называется «Медийная грамотность библиотеки, аудитории, офисе» или «Что мне делать с этими файлами?» Это такое введение в, я называю это контентоведение, то есть введение в контентную грамотность на своем рабочем месте. 11 числа в пятницу наша постоянная ведущая Татьяна Телегина проведет вебинар «Поиск информации, ресурсы, сервисы, алгоритмы и пошаговые инструкции для быстрого поиска в условиях ограниченности времени». Наконец, 14 числа перенесенный с ноября вебинар Ольги Машковой из библиотеки имени Некрасова Московской, который будет называться «Электронные ресурсы публичных библиотек». Я очень надеюсь, что Ольга уже находится в хорошей форме и проведет у нас этот вебинар. Точно буду знать сегодня в середине дня. Но очень надеюсь, что можно уже приходить и регистрироваться на этот вебинар. Ну что ж, давайте тогда перейдем к нашей сегодняшней теме. Так, что-то блики у нас тут. Солнышко появилось, у нас сегодня солнечный день, поэтому мне придется как-то немножко с этими бликами бороться. Ну ладно. Начнем наш сегодняшний вебинар. Он во многом повторит то, о чем я говорил в начале учебного года. Но есть кое-какие и достаточно существенные изменения, и про них я сегодня расскажу. Флагманский продукт компании «Директ Медиа» университетской библиотеки онлайн. Мы будем говорить в основном о нем, но не только о нем, а и о всех проектах компании «Директ Медиа», если в них что-то новое происходит. Так, ну, солнышко оказалось сильнее, чем я думал, но я прошу меня простить за не очень хорошую картинку, за то, что я буду слегка засвеченный на изображении. Итак, о чем мы будем говорить? Прежде всего я хотел бы сказать, конечно, о Директ Академии, о том проекте, в котором мы сейчас с вами находимся. Следующая тема «Библиокомплектатор» – это одна из опций кабинета библиотекаря. Дальше поговорим про каталог, который находится на главной странице университетской библиотеки онлайн. Поговорим об изменениях в сервисе книгообеспеченности, о странице «Мои научные интересы», об VKR-репозитории, немного времени посвятим новому контенту, поговорим о проекте «Артпортал» и «Артотека», там ожидается много нового, и много нового уже произошло. Поговорим об изменениях в библиошколе и о том, когда можно будет пройти изменения, узнать. Ну и также поговорим о новом конкурсе «Бифёст». Уже будет «Бифёст-19», который должен состояться в этом году. Итак, «Директ Академия» – новый сезон. Что нас ожидает? Я хотел бы вкратце рассказать, что в этом году у нас совершенно беспрецедентная по объему и охвату программа вебинаров. Мы, ну, с учётом тех вебинаров, правда, которые мы проводим для отдельных вузов, проведём в этом году, видимо, более 200 вебинаров. Это огромный объём. Я этот объём просто на себе чувствую. Ну и я надеюсь, что это не просто объём ради объёма. Мы просто выходим на некоторый новый уровень, на уровень практически вещательного медиа, я бы сказал. Да, вот раньше была передача в рабочий полдень, а сейчас вместо передачи в рабочий полдень – «Директ Академия». Нас посетили, я постоянно смотрю нашу базу данных, десятки тысяч человек. То есть мы вышли уже на такой достаточно хороший уровень, чему я очень рад. И просветительская часть нашей функции, я надеюсь, мы её выполняем на все 100%. Хочу обратить внимание, что «Директ Академия» – это в основном просветительский проект, не столько учебный, сколько просветительский. То есть мы, конечно, даём и конкретные знания тоже, но в основном мы выполняем функцию просветительскую, то есть побуждаем к изучению знаний. Вот, и, ну, а для тех, кто хочет серьёзно учиться, у нас появился раздел онлайн-курса. Сайт «Директ Академия». Ну, надеюсь, вы уже перешли и знаете, где он находится. Если нет, вот «Директ Академия.ру». Да, я совсем забыл сказать, что, как всегда, презентация выложена в открытый доступ, вы её можете прямо сейчас скачать из раздела «Ресурсы». И там есть ещё один файл, который можете тоже скачать, я о нём расскажу чуть позже. У нас три цикла вебинаров от первого лица, «Эксперт на связи» и «В полдень с Директ Медиа». Ну, начну с конца. Вебинары «В полдень с Директ Медиа» – это, собственно, вебинары наши, те вебинары, которые ведутся силами компании «Директ Медиа» и её сотрудниками. Это я, это среди спикеров я, генеральный директор наш Константин Костюк, ну и некоторые другие наши сотрудники тоже. Об этом я расскажу попозже. Цикл от первого лица. Мы часто приглашаем к нам создателей бизнесов, руководителей первых лиц компаний, директоров и так далее. Это те лица, которые наиболее глубоко посвящены в свой продукт и могут рассказать его вот именно от первого лица. Отсюда и пошло название нашего цикла. Ну и наиболее массовый наш цикл, который называется «Эксперт на связи», мы приглашаем к нам экспертов в совершенно разных областях. Единственное, наш критерий при выборе, чтобы та тема, которая освещает наш эксперт, была бы интересна специалистам в области образования, ну а если более конкретно, специалистам высшей школы и специалистам библиотек. Что входит в цикл в ползень из Директ Медиа? Это прежде всего наши продуктовые вебинары, то есть все, что о проектах Директ Медиа можно рассказать, я и наши сотрудники рассказывают. Вот сейчас, например, один из таких продуктовых вебинаров. Далее, отраслевые вебинары. Это в основном вебинары более общего характера, которые ведет Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор, с большим уровнем обобщения, с более концептуальным уклоном. Да, ну, наверное, вы знаете эти вебинары, они тоже достаточно интересны. Ну и, наконец, у нас есть большой кусок, который веду я и который называется «Электронное обучение и работа с учебным онлайн-контентом». Вот, это такой, скорее, кусок наших вебинаров, которые можно было бы отнести к экспертным. Ну, в данном случае я, как член команды Директ Медиа выступаю, поэтому это идет под циклом «Ползень с Директ Медиа». Вот наши спикеры, которые можно достаточно часто наблюдать. Константин Николаевич Костюк, генеральный директор, Олег Владимирович Молодецкий, заместитель генерального директора. Он, правда, не так часто появляется, но появляется тоже. Ваш покорный слуга, я, Павел Калиников, ответственный редактор Анна Иванова. В этом году ей еще предстоит прочитать свои вебинары. Юлия Долбилова была в прошлом году, в этом году, видимо, ее не будет, а может, и будет, не знаю, еще посмотрим. Константин Леонтьев, наш юрист, он, как правило, делал по одному вебинару в год, но в этом году, в связи с тем, что его вебинары достаточно популярны, мы сделаем еще один вебинар в марте. Ну и, наконец, Наталья Башкова. Она уже один вебинар по новинкам в библиошколе сделала, и ей предстоит до мая сделать еще два вебинара. Один будет посвящен контентному содержанию библиошколы, а второй нашему проекту, который называется «Библиотека Non-Fiction». Цикл от первого лица. Ну, я уже сказал, это вебинары основателей первых лиц компаний-партнеров наших, вебинары издателей-партнеров Директ Медиа, вебинары основателей первых лиц хай-тек-компаний, вендоров программного обеспечения и так далее. Ну, у нас, кстати, есть задумки еще на оставшиеся вебинары, которые у нас будут на оставшееся расписание, достаточно интересные. Пока даже не вошедшие в расписание, но в качестве планов это имеется. Пока не буду раскрывать наши карты, пока точно не уверен в том, что это удастся. Ну, вот, некоторый состав цикла от первого лица. Это прошлый год. Состав наших экспертов неполный. Я здесь привожу такой выборочный список. Полный, с полным, вы можете познакомиться на странице спикеры нашей сайта Директ Академия. Там полный список спикеров с их фотографиями приведен. Вот уже два года мы выдаем электронные именные сертификаты. С этого года сертификаты приобретаются, они платные. И с начала этого года сертификаты стоят 149 рублей. Ну, хочу сказать, что за тарифную политику отвечает у нас руководство компании. И я не хотел бы комментировать эти цены. Вот они есть, их надо принять, какие они есть. Вот, чтобы получить сертификат, надо выполнить кое-что, да, не только заплатить. Надо зарегистрироваться на вебинар. Надо заполнить форму записи на вебинар. И указать там свою фамилию, имя, отчество в том, совершенно в том написании, в котором вы хотите, чтобы они появились на сертификате. Самое главное, надо принять участие в вебинаре. Не только записаться на вебинар, но и принять участие в вебинаре. И сразу после вебинара, как правило, проходит несколько минут. Ну, если говорить гарантированно, то через несколько часов на странице выдачи сертификатов появляется ваш сертификат, и его можно приобрести. Делается это так. Вы переходите на страничку поиска. Ссылку на нее я отдал в самом верху нашего чата. В странице поиска набираете свою фамилию, имя, отчество, либо e-mail свой, под которым регистрировались. Выбираете нужный сертификат, потому что вы могли посетить несколько вебинаров, а не по всем из них хотите приобрести сертификат. Оплачиваете через Яндекс.Кассу. Ну и, наконец, после этого у вас кнопка становится, преобразуется в кнопку «Загрузить сертификат», и вы сможете загрузить сертификат на свой компьютер в хорошем, качественном виде. Еще и можете выбрать один из пяти видов фона этого сертификата. Вот так это примерно выглядит все. Вебинары записываются. Все абсолютно вебинары записываются. Ну, за редким исключением, может быть, иногда бывают какие-то технические сбои, но последний год таких сбоев не было. Абсолютно все наши вебинары вы можете найти на нашем канале в YouTube. У нас там, ну, я вот здесь уже поставил 400+, к концу этой недели уже будет 400+. Около 400 вебинаров у нас на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, я эту ссылку уже вам проводил, чтобы быть всегда в курсе того, что у нас происходит. По поводу Директ Академии я мог говорить еще очень долго, но не хочу занимать времени, оттягивать на свой проект сильно время. Одна из новинок наших – это библиокомплектатор. Это сервис, который появился среди сервисов и библиотекаря, то есть корневого пользователя. И он предназначен для тех, кто хочет приобретать подписку покнижно. То есть добавлять отдельные книги и отдельные выборки книг, коллекции книг. То есть работать поштучно с нашей библиотекой. Вот для них в свое время у нас существовал калькулятор, электронный калькулятор. Это улучшенная версия этого продукта. Вы можете зайти, выбрать нужные вам книги. К каждой книге приписана ее цена для вас, для вашего вуза. Цены суммируются определенным образом, и вы сразу понимаете, что для вас будет, сколько стоите, какова финальная цена. Если финальная цена вас устраивает, вы просто нажимаете на кнопку «Отправить заявку в отдел продаж», и дальше уже с вами ведется речь о заключении договора на данную покупку. В общем-то, ничего необычного, просто в электронном виде происходит формирование цены. Каталог. Каталог – это, собственно, главная страница нашего сайта, как ее видит любой пользователь, начиная от студента и кончая корневым пользователем. Вот так через некоторое время должен быть виден наш каталог. Здесь отщелкнутая еще вот эта вот панель управления. Вот это колесико, оно уже у нас появилось. Сам новый каталог, правда, выглядит чуть-чуть по-другому, но вот это управляющее колесико уже появилось, и здесь мы видим новые возможности по каталогу. Это виды сортировок. Сортировка по автору, по году, по названию, по популярности. Сортировка, точнее, не сортировка, а фильтры. Фильтр по учебникам, по научным изданиям и по периодике. Это флажки, которые можно поставить или убрать. И вот нововведение, доступность. Можно получать каталог либо по абсолютно всем книжкам, даже тем, которые не приобретены вашим вузом, либо можете переставить сюда эту кнопочку, в доступные, и тогда весь каталог пересчитается только на доступные вам книги, и ваше внимание не будет замусорено той информацией, которую вы не хотите видеть. Сам каталог выглядит сейчас вот так, чуть-чуть по-другому. Как видим, вот эти вот настройки, они уже существуют, и они работают. Да, совсем забыл сказать. Есть еще настройки внешнего вида. Как вы хотите видеть каталог, либо мозаично, либо построчным. Кому как удобно. Разумеется, мозаичный каталог позволяет увидеть сразу большее количество книг, но подробность изложения на каждом элементе мозаики, она меньше, чем если вы это видите в виде строк. И вот это тоже присутствует колесико, о котором я уже рассказал. Что касается вида каталога, то можно использовать каталог по ББК, каталог по УГС, то есть укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, ну и традиционный каталог по разделам, который у нас всегда присутствовал. Ну, наверное, про каталог все. Про книгообеспеченность. В 2018 году произошли достаточно серьезные изменения в дизайне и функционале нашего сервиса книгообеспеченности. Ну, если говорить вкратце, список, который вы видите в книгообеспеченности снизу, он стал одна без иерархии, то есть состоящим из конечных элементов. Все элементы высшего характера, такие как УГС, вид программы, бакалавриат или магистратура, дисциплина, они перешли из иерархии списка в вот такие списки, которые, отщелкивающие списки, которые находятся наверху. Также стали возможны массовые операции, когда вы отмечаете много, сразу книг их куда-то дублируете или переносите. Ну, и сам внешний вид стал более, на мой взгляд, более приемлемым. Более подробно говорить не буду сейчас. Состоится в 16 апреля мой вебинар по этому поводу. Обновленный сервис книгообеспеченности в университетской библиотеке онлайн. Рекомендации профессионалов для вашего вуза. Вы знаете, мы в этом году отошли от нашей обычной процедуры, когда мы рассказывали о наших продуктах сразу после Нового года. Все-таки получается не слишком большой промежуток времени между сентябрем, октябрем, когда мы впервые о них рассказываем, и январем. Поэтому мы решили перенести, чтобы было раз в полгода. Поэтому в этом году мы будем рассказывать о наших продуктах в марте, в марте-апреле. И вот один из этих апрельских вебинаров как раз будет посвящен книгообеспеченности. Вы знаете, давайте я, когда буду ссылаться на вебинары, буду давать ссылки прямо в чат, чтобы вы могли зарегистрироваться прямо сейчас. Одну минуту. Страница «Мои научные интересы» — это одна из страниц университетской библиотеки онлайн. И эта страница, она, конечно, больше интересна для преподавателей и аспирантов. Ну, возможно, студентам тоже пригодится. Страница — это учитывает ваши научные интересы на основе некоторых настроек, о которых я расскажу на следующем слайде. Вообще, страница создана для того, чтобы поместить человека, занимающегося наукой, сразу в область тех книг, которые ему интересны. Ну, по крайней мере, интересны по нашим предположениям. Вот мы стараемся из набора наших книг предложить человеку то, что его может заинтересовать сразу. Есть ряд настроек у этой страницы. Да, ну, во-первых, как попасть сюда. Вот можете выбрать в меню «Мои научные интересы» и сразу попадете на эту страничку. Дальше — «Виды сортировки». Можно сортировать выпавший список книг по новизне или по популярности. То есть, если вы часто заходите в «ВБС», лучше выбрать по новизне, чтобы понимать, что приходит из ваших научных интересов. Если нет, то лучший выбор по популярности. Вы также можете здесь настроить строчный показ или показ мозаики. Ну, а также можете настроить свои интересы следующим образом. При переходе по этой кнопке появляется вот такая вот настройка. Во-первых, вы можете набрать ряд тегов, которые описывают ваши научные интересы. Как только вы начинаете вводить здесь какое-то слово, тегов ограниченное число — это непроизвольные теги. Как только вы начинаете вводить здесь фразу, которую хотите ввести, например, хотите ввести «Физическая химия» или «Физическая география», появляются подсказки здесь. И вот из этих подсказок вы можете выбрать, например, раздел «Физическая химия». Таких разделов может быть или тегов может быть сколько угодно. И они присоединяются к списку. В этом списке вы можете также включать или выключать разные теги. Например, ваши научные интересы достаточно широки, включают 10 тегов. Но в текущем входе в ЭБС вы хотите сосредоточиться, например, только на физической химии. Поэтому остальные теги можете просто отключить в галочке. Ну и, наконец, вы можете включить галочку вот здесь, в пункте на основе статистики. Этот пункт, ну это такой, если хвастаться, это такой небольшой искусственный интеллект. Ну, а вообще говоря, это пункт, который использует вашу поведенческую модель в ЭБС. То есть смотрит, какие книги вам интересно, что вы читали дольше, что нет, что просматривали, что откладывали, что откладывали на книжную полку или помещали в поисковую выборку. И на основе вашей вот этой вот истории формирует ваши научные интересы. В этом случае вы можете даже вообще не использовать ваши теги. ЭБС сама подскажет, что вам интересно. Ну, насколько она угадает, конечно, зависит от вашей истории, насколько вы часто заходили и насколько вообще по вашим книжкам можно предположить что-то о ваших интересах. ВКР-репозиторий, который в прошлом году претерпел достаточно большие изменения. ВКР-репозиторий – это раздел, который позволяет ВУЗу хранить ВКР внутри ЭБС разными способами. У нас в сентябре прошел вебинар, посвященный ВКР-репозиторию. В этом году тоже ожидается такой вебинар, но точно я вам дату назвать не могу, потому что нам, видимо, придется поменять спикера. ВКР-репозиторий у нас интегрирован с антиплагиатом и, не выходя из ЭБС, можно проверить работы на антиплагиат. Если вы не подключены к антиплагиату, у вас не заключен договор с ними, то вы можете проверить работы на антиплагиат внутри по нашей ЭБС, то есть по текстам внутри нашей ЭБС. Если же у вас есть заключенный договор с антиплагиатом, то происходит интеграция, и вы можете прямо изнутри нашей ЭБС проводить полноценные проверки по всем базам, которые есть в антиплагиате. Давайте идти дальше. По поводу нового контента. Свыше тысячи изданий ежемесячно подключаются к нашей ЭБС. Сейчас у нас, я предполагаю, что около 130 тысяч книг. На самом деле я увидел цифру 125, но, по-моему, она слегка преуменьшена. Основные наши издательства это Флинта, Проспект, Статус, Дашков, Физматлит, Лаборатория знаний, Среди новых просвещения, Русское слово, Олимп Бизнес, Академия Стадис, Издательский дом дела, Издательство Московского государственного строительного университета и других. Что касается последнего обновления контента, которое мне доступно, вот оно доступно в виде PDF-файла. Можете с ним ознакомиться. Этот PDF-файл приложен к ресурсам. Можете его скачать и посмотреть. Как я уже говорил, да, ну, эту цифру я уже привел. Более 100 новых, 1000 новых изданий ежемесячно подключается к нашему, к нашей электронной библиотеке. В составе нашей библиотеки, касательно контента, если говорить, есть 182 тематические коллекции. Тематические коллекции, это то, о чем я люблю говорить. Это любовно подобранные специалистами, книголюбами и библиографами наборы книг, которые полностью освещают ту или иную тему. Это, как правило, история, политология, гуманитарные науки, мемуаристика, научно-популярная литература, книги для детей, библиотека русской классики, ну и многое-многое другое. Всего не припомни из 182 тематических коллекций. Надо отметить, что цифра 182 это сколько их ВБС, но в некотором сокращенном составе тематические коллекции также присутствуют в других наших продуктах, таких как библиошкола и библиотека нонфикшн для публичных библиотек. То есть мы этот подход стремимся на все наши продукты во всех наших продуктах применить. А подход заключается в том, что специальные выборки по популярным темам, они для части пользователей удобнее, нежели просто поиск и поиск по каталогу и поиск, собственно, посредством сервиса поиска. Ну да, тематические коллекции они давно уже доступны. Почему я включил новинки? Потому что постоянно они обновляются и их количество увеличивается. Вот за последний год она, правда, увеличилась ненамного, но тем не менее эта работа постоянно ведется и новые тематические коллекции появляются. Ну, заодно хотел бы отметить, что если вы имеете отношение к вашей библиотеке, то есть имеете возможность кому-то что-то советовать, советуйте вашим студентам искать в тематических коллекциях, потому что это хороший путь для полного освоения какого-то материала. Если точное попадание есть в материал, то тогда это очень хороший путь. В составе нашей библиотеки есть так называемый ресурсный центр. Начинался он с книг издательства Pearson. Это книги на иностранном языке для изучения английского и других языков. Потом идея была расширена на другие издательства. Вот здесь приведены в частности некоторые издательства. Как правило, это книжки, посвященные изучению иностранных языков. Это книги высокого спроса, и поэтому издательства не отдают их напрямую в электронную библиотеку, а только через специальный механизм учета поэкземплярного учета. Электронного поэкземплярного учета. Вот таким механизмом является наш ресурсный центр. Он использует специальное программное обеспечение, при помощи которого и происходит дополнительная услуга, и ей можно воспользоваться для любого количества книг из состава вот этих четырех тысяч изданий. связывайтесь с нами, чтобы узнать более подробно, как это все происходит. Да, ну и одна из моих любимых тем, это те проекты, к которым я имею непосредственное отношение, это арт-портал и арт-отека. Арт-портал, если полностью говорить, арт-портал Мировая художественная культура, это наш открытый проект, который, однако, имеет закрытую часть, подписную часть. Вот, большая часть этого арт-портала доступна бесплатно. в нем около 65-70 тысяч иллюстраций присутствуют. Ну и отдельной отдельной частью арт-портала является проект, который называется арт-отека. Какие новинки в арт-портале за последний год произошли и что будет в ближайшем будущем еще происходить? Ну, во-первых, весьма расширена часть, которая называется основные стили. Здесь достаточно подробно с большими текстами, а часто с текстами, с иллюстрациями и с видеофайлами приведена информация по нескольким десяткам основных стилей в искусстве. Вот так выглядит изнутри, допустим, страница авангардизма, но здесь немного текста, на самом деле в других стилях и побольше есть. Здесь иногда часто бывают ролики, видеоролики, здесь выдающиеся произведения этого стиля. в целом это уже не столько база данных и галерея, полноценные тексты для того, чтобы участвовать в изучении данных стилей, то есть это уже учебный материал, не просто справочный материал, а уже полноценный учебный материал. Ну и еще серьезные изменения, которые произошло буквально уже в декабре, это открылась наша лента времени арт-хронограф, такая 3D визуализация, которая позволяет к основным экземплярам нашей основным произведениям сосредоточенным у нас в в нашем арт-портале произвести доступ через ленту времени, в которой есть фильтры по странам, фильтры по областям, история, архитектура, живопись, скульптура, литература, музыка, вот. Ну и собственно внизу здесь сама ось времени, по которой можно перемещаться. Все это очень красиво сделано и состав этой ленты времени будет пополняться. Лента времени она доступна в подписном режиме. Вот кто из вас ее не видел, можете попроситься на демо доступ и посмотреть ее. Да, ну вот так выглядит описание текущее. Часто здесь гораздо больший текст находится, то есть это тоже более подробное описание, нежели можно посмотреть в просто в подписи к очередной картинке. Ну и наконец ортотека. В этом году мы переходим к если в прошлые годы у нас было по 24 выпуска в каждом году, то в этом году у нас будет 36 выпусков, то есть каждую декаду будет новый выпуск ортотеки. Ортотека это отдельные арт-проекты, то есть достаточно большие тексты, снабженные большим количеством иллюстраций, структурированные в виде того, что сейчас называют long-read, то есть страницы для длинного чтения. Ну и подробнее я об этом расскажу уже в апреле. В апреле будет первый вебинар, который будет называться больше, чем галерея арт-портал школе и вузе. А в 11 апреля будет вебинар, посвященный новым выпускам в ортотеке, где я расскажу о том, какие у нас есть планы, что реализовано за полгода прошедшие с предыдущего вебинара и что еще будет. Вот, я надеюсь, это будут интересные вебинары. Давайте я на них тоже дам сейчас вам прямые ссылки. Одну минуту мне надо скопировать их. Так, вот первая ссылка. Ловите ее в чате. И вот вторая ссылка на вебинар про ортотеку. Кому эта тема интересна, регистрируйтесь прямо сейчас. Библиошкола. В этом году в библиошколе произошли, в этом году еще ничего не произошло, а за прошедшие полгода произошли значительные изменения и дальше будут происходить некоторые приятные изменения. да, Евгений Юрьевич, мы старались, на самом деле это долгий проект был наш, все, никак не получалось сделать так, как хочется и сейчас еще у нас есть мысли по совершенствованию, но ось времени будет развиваться, вот эта трехмерная ось времени, я надеюсь, что она наконец придет к тому виду, как нам хочется. то есть она внутренним содержанием будет еще наполняться достаточно долго. Что касается библиошколы, библиошкола это наш проект для школ, то есть такая специальная мини-ЭБС, в которой мы собрали только те издания, которые интересны в школах, ну в школах, в колледжах, вот библиошкола как я уже говорил за последние полгода она достаточно серьезно причесана и по интерфейсу и по составу, об этом нам рассказала Наталья Башкова в октябре и будет еще один вебинар, о котором я сейчас вам расскажу, правда будет он уже в мае, вот надеюсь в мае вы этот вебинар посмотрите ну и еще то, о чем я не могу не сказать это то, что с библиошколой у нас теперь интегрируется такой проект, в котором мы принимаем непосредственное участие я имею ввиду Директ Медиа это проект, который называется Аналитик Чтения возможно мы в этом году сделаем отдельный вебинар по этому продукту вот у этого продукта есть свой сайт даже можете зайти посмотреть это прошу прощения ровно не получилось это сайт на котором можно производить анализ чтения конкретным конкретным школьником или дошкольником и персонифицировать подбор текстов для этого для этого обучающегося пока подробнее говорить не буду можете зайти на этот сайт посмотреть подробнее очень надеюсь что кто-то из наших либо из наших сотрудников либо из приглашенных коллег проведет отдельный вебинар пока не могу точную дату найти а что касается библиошколы как таковой то 27 мая Наталья Башкова наш редактор и наш уже постоянный ведущий проведет вебинар вот этот вот и который называется открываем мир чтения с библиошколой и эту ссылку я сейчас тоже вам приведу прошу прощения не совсем еще пришел себя после после простуды поэтому постоянно кашля вот ссылка на на этот вебинар ну что ж мы дошли уже почти до конца в этот раз у нас получился не очень длинный вебинар но зато мы уложились в час который я обычно обещаю осталось осталось только поговорить про конкурс Be First в прошлом году у нас был этот конкурс с каждым годом у нас все больше принимает участие человек в этом конкурсе конкурс организуется компанией Директ Медиа компаниями Директ Медиа Антиплагиат и журналом университетская книга ну также некоторые другие там есть участники в конкурсе приняли участие более 700 вузов было отобрано около 1000 дипломных работ по 12 направлениям и награждение победителей состоялось на Московской международной книжной выставке ярмарки 7 сентября хотел бы сказать что в этом году у нас состоится BeFirst 2019 можете готовить своих студентов к этому мероприятию мы объявим о нем я думаю в феврале или марте вот ну что ж у меня на сегодня информация завершилась я думаю что дальнейшую информацию по нашим новинкам я буду давать по мере проведения мы все будем давать по мере проведения наших продуктовых вебинаров в этом году которые должны состояться в течение всего года а в основном в марте и апреле как всегда я хотел бы прямо не выходя из нашего вебинара сейчас произвести выдачу сертификатов для участников и попытаюсь это сделать достаточно быстро вы пока можете формировать свои вопросы я конечно понимаю что в первый день января совсем не хочется вникать и тем более задавать вопросы но коль скоро мы с вами совершили этот поступок и 9 января пришли на вебинар а то может быть тогда это сделаем так осталось совсем немного осталось выбрать здесь этот файл на самом деле вы знаете я польщен вашей самоотверженности у нас сегодня более 50 50 человек было а точнее а точнее 51 человек я считаю для 9 января это это подвиг я выдал сертификаты и сейчас я напомню адрес по которому их можно приобрести так перехожу снова в наш вебинар отвечаю Елене Александровне да лента времени это по подписке там не отдельная подписка там единая подписка на дополнительные функции которые включают полную подписку на всю все дополнительные возможности арт портала а также на все выпуски артотеки все выпуски которые были и все которые предстоят на текущем году вот так вот подписка там недорогая насколько я помню для юридического лица она составляет 20 тысяч рублей это не так дорого впрочем о финансовых вопросах я не очень люблю говорить на наших вебинарах они носят в основном просветительский характер ну что ж завтра у меня вебинар абсолютно новый который еще никогда не было его предстоит создать с нуля и я думаю тема очень интересная напоминаю вам приходите на мой вебинар который будет посвящен медийной и контентной культуре в библиотеке в УЗИ и в офисе всего хорошего до новых встреч хорошего нам с вами года календарного года Директ Академии встретимся в Директ Академии до новых встреч до новых встреч Директ Академии